Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На общегородском планерном совещании глава города Сергей Сергеев отметил важную роль городского актива – мнение людей, вот к чему мэр призвал прислушиваться чиновников. Обсудили также санитарное состояние пляжей, подготовку ко дню города и очередной годовщине освобождения Анапы от немецко-фашистских захватчиков. Сергей Сергеев отметил, в городе и сельских населенных пунктах должны пройти равнозначные праздничные мероприятия. Программу праздников в сельских округах пересмотрят и дополнят. Критике главы подверглась работа некоторых городских предприятий. Сергей Сергеев потребовал ответственного отношения и конкретных результатов. Для сотрудников предприятия «Зеленстрой» результаты должны быть выражены на рядных цветущих клумбах. Для мусороуборочных кампаний результатом должен стать идеальный порядок в городе. Чистые улицы, дворы, мусорные площадки и контейнеры. И главное, мусор должен быть вывезен вовремя и без дополнительных напоминаний со стороны властей курорта. Глава Анапы отметил и в этом вопросе роль актива города. Мнение анапчан и гостей курорта должно лежать в основе положительных изменений развития. На этой неделе Сергей Сергеев побывал с рабочим визитом в селе Юровка. Прежде всего, главу курорта интересовало, выполняются ли его поручения по обращениям местных жителей. Одна из остановок в ходе поездки в сельской школе. Для директора и коллектива общеобразовательного учреждения визит главы Анапы оказался неожиданным. Для начала Сергеев обошел двор, отметил, дорожки давно нуждаются в асфальтировании. По подсчетам директора школы Марины Базоевой сумма требуется относительно небольшая – 350 тысяч рублей. Спортплощадка, которая соответствует всем современным требованиям, никогда не пустует. Футбол, волейбол, занятия легкой атлетикой, физкультурой – дополнительные часы, посвященные спорту у школьников в почете. Более того, с окончанием занятий площадку не закрывают на замок. Каждый день до 9 вечера подростки и молодежь Юровки проводят здесь свободное время. В крытом спортзале, пока занятия приостановлены, идет капитальный ремонт. Впервые с момента создания школы. Потолок, стены, пол – все будет выровнено и обновлено. Общая смета работ – 1,2 млн рублей из муниципального бюджета. Сергеев осмотрел учебные классы и заглянул в столовую. На модернизацию оборудования в пищеблоке из городского бюджета в этом году было выделено 150 тысяч рублей. Сергей Павлович пообщался с учителями, у которых рабочий день с завершением уроков не заканчивается. Главный вопрос, который всегда задает Сергеев, – как оплачивается труд людей. Юровские педагоги не жалуются, среднемесячная зарплата около 30 тысяч рублей. И в целом к организации рабочего процесса вопросов нет, а вот бытовые проблемы еще остаются. Те же сельские дороги, некачественная сотовая связь, водоснабжение. Глава НАПР рассказал о предусмотренных на этот год и запланированных на будущее дорожных работах Юровки. На данный момент водоканал заменил 7 километров сетей, еще километры его сотрудники сделают до конца года. В ходе рабочей поездки в Юровку Сергей Сергеев побывал и на рыбзаводе Юровский. Представитель малого бизнеса Анапы руководитель Михаил Гончаров познакомился со своим предприятием главу курорта. Осмотрев цеха и вникнув в нюансы рабочего процесса, Сергеев подчеркнул – местным производителям власти готовы оказывать всестороннюю поддержку. Грандиозное спортивное событие отметило уходящую неделю. В Анапе стартовали седьмые открытые всероссийские юношеские игры боевых искусств. 8 сентября в спортивном комплексе «Вити» состоялось торжественное открытие соревнований. 5000 юных спортсменов сражаются за 700 комплектов золотых, серебряных и бронзовых наград. Анапы представляют более 50 лучших бойцов. На ринге соревнуются представители 44 федераций организации боевых искусств по 15 видам спорта. Среди них тайский бокс, айкидо, рукопашный бой, сумо, самбо, кикбоксинг. Игры этого года стали дебютными для грэпплеров и борцов на поясах. Зрелищный галлофинал пройдет в субботу 13 сентября. Седьмые открытые всероссийские юношеские игры боевых искусств продлятся до 21 сентября. И еще одно спортивное мероприятие всероссийского масштаба. Анапа встретила президентские состязания 2014. Участие в них принимают более полутора тысяч школьников из шести федеральных округов страны. Это лучшие команды сельских и городских школ по итогам региональных этапов. Краснодарский край представляют анапчане, девятиклассники гимназии «Аврора». Минувшие выходные в Анапе прошел второй этап в протокиаде трудящихся на стадионе «Спартак». Спортивные команды города и сельских округов доказывали друг другу. Именно они заслуживают победу и звание лучших. Цель соревнований – сформировать привычку и положительное отношение к здоровому образу жизни среди трудящихся и молодежи. Вот такое мы увидели уходящую неделю. Смотрите сегодня в итоге мы в выпуске программы. Адрианопольский договор как старт мирной жизни и включение Анапы в состав Российской империи. Лучшая в крае анапчанки Лена Клочкова стала призером краевого профессионального конкурса почтальонов. Выходные интересно, познавательно и ярко. И сейчас обо всем подробнее. Долгожданное событие для жителей одной из отдаленных улиц хутора Большой Разнокол. Центральный водопровод, строительство которого они добивались не один год, появится в течение текущей недели. Мэр Анапы побывал на месте проведения работ. На выездном приеме главы города в Юровке Сергею Палычу среди множества проблем жители станицы адресовали просьбу о строительстве водопровода на улице Набережной в хуторе Большой Разнокол. И вот пришло время посмотреть, как идут работы на отдаленной улице. Здесь не было воды больше 30 лет. Так что колодцы с жесткой водой здесь были делом привычным. Какого качества вода придет в дома после укладки водопровода, рассказывает Геннадий Артемович Козырян. Тут самая лучшая вода в районе. Жесткость сделали 6-5 миллиграмм на литр, а нитраты эти и железо удалили совсем. Протяженность участка, на котором будет проложен центральный водопровод, составляет 1300 метров. 900 из них уже пройдено. Завершить работы планируется через неделю. Спасибо за воду. И газу. Я уже поблагодарила Артемовича за газ. Что вы нам скажете. И за МТС. Ну не перед у нас связи нет. Ну давайте поэтапно. Вода будет. Связь со временем. И потом и газ. Водозаборы, скважина, принадлежавшие раньше совхозу, затопленные половодьем полностью, восстановлены водоканалом, а теперь и 79 домов улицы, не попавшие ранее в программу, будут с водой. Глава доволен увиденным. Он давал поручение водоканалу изыскать возможность и помочь людям. Геннадий Артемович, как всегда, откликнулся и не подвел. Анапа в военной истории. В Центре культуры Родина состоялись военно-исторические чтения. Конференцию преподавателей, студентов, учащихся старших классов, общеобразовательных учреждений посвятили 185-летию подписания Андрианопольского мирного договора. 185 лет назад в соответствии с Андрианопольским мирным договором Анапа окончательно перешла в состав России. Знаменательному событию посвятили мероприятия объединенные программы «Историческая память». Совет молодых депутатов города выступил с инициативой проведения ежегодных военно-исторических чтений. В этом году конференцию провели на тему подписания договора. Особенно приятно, что наряду с преподавателями, с депутатами, с работниками различного уровня властей находится наша самая активная, как я понимаю, самая заинтересованная молодежь. Это учащиеся и студенты наших образовательных учреждений. Мы такую конференцию проводим впервые. И хочу сказать, что все мероприятия, и особенно наши, сегодня стоят на контроле у главы нашего города Сергеева Сергея Павловича. С приветственным словом выступили почетные гости мероприятия. Основной доклад представил научный сотрудник отдела краеведения Анапского археологического музея Сергей Сихов. Шестой победоносный поход на Анапу и значение Адрианопольского мира. Правители Османской империи придавали нашему городу очень большое значение, называя его ключом к Северному Кавказу. Анапа для горцев служила представительницей мусульманского могущества, одновременно и арсеналом, и духовным центром, откуда к ним шли многочисленные проповедники многометанства. Ирина Федина, заведующая отделом научно-просветительской работы Анапского археологического музея, рассказала о военачальнике, политике, дипломате Александре Менчикове, который в турецкую кампанию 1828 года овладел крепостью Анапа. А историк-раевед Евгений Хмара поведала покорители Анапы и адмирали Алексея Грейги. Выступили с докладами ученики гимназии Аврора, Эврика, студенты социального колледжа и Сочинского государственного университета. Председатель Совета молодых депутатов Светлана Хижняк объявила о начале конкурса творческих работ на лучшие исследования истории города воинской славы Анапа. В завершении конференции участникам показали фильм «Неизвестные битвы России». На Кубани выбрали лучшего начальника отделения почтовой связи. Анапчанка Елена Клачкова, начальник отделения почты Анапа-16, заняла второе место среди лучших почтальонов края. Скажите, вот за 115 это у вас самая большая коробка, да? Вытащить ее неохота. А можно, да? Вот, хорошо. Всегда доброжелательно, ее спокойствую позавидовали бы йоги и философы. Елена Клачкова работает на почте 19 лет, 17, начальником отделения. Ну, общение с людьми, с бумагами люблю заниматься, люблю работу, все очень нравится. Летом очень много, потому что курортная зона, отдыхающие, ну, наверное, человек 200-250 в день, это бывает точно. Несмотря на поток гостей, желающих отправить лишний груз багажа почтой, в ее отделении нет очередей. Каждая минута расписана, все четко и с улыбкой. Тяжелые коробки с посылками, письма, подписка, каждое обращение посетителей – повод оказать и вызвать уважение и получить благодарность. В заполненном почтовом бланке Валентины Калягиной отправитель и адресат – одно лицо. Гости Анапы отправляют посылку сама себе на домашний адрес Санкт-Петербурга. Вещи, которые мне, как говорится, в тягость, я их отправляю домой, потому что везу отсюда сувениры, подарки и все остальное. Сама себе отправляю посылку, да. Такая же посылка отправится в Якутию. Супруги Прохорченко отправляют домой вещи, за перевес которых в аэропорту пришлось бы заплатить в десятки раз больше. Очень доволен. Вообще супер. Все просто прекрасно. Ну да, нас пугали, что тут вообще прям чуть ли не на улице очереди. Сегодня повезло. Сегодня просто прекрасно, быстро, четко. Скажите, кому отправляли посылку? Жена мне. То есть сами себе. Почему? Так удобнее. Скорость обслуживания ценила и маленькая Полина. Ждать и скучать не пришлось. Мне больше всего здесь понравилось, что нету очередей. Елена ко всему готова. На краевом конкурсе в одном из заданий показала, справиться может с любой нестандартной ситуацией. Клиент у меня попал марки и конверты и пришел на следующий день и попросил сделать возврат. Ну, марки нельзя возвращать в знаке почтовой оплаты. Возврату не подлежат. А конверты сделали возврат. Спасибо стихотворение. Я начальник отделения. Очень важный человек. Но быть должна я отражением всей почты. И другого нет. Династию семьи я продолжаю. Ведь мама моя тоже почтовик. Ее за долгий труд все уважают. И у меня к работе дар возник. Профессионализм, знания, опыт мамы. Она тоже почтовый работник. И доброжелательное отношение ко всем. Вот что отличает лучшего начальника почтового отделения в крае. Все люди тоже замечательные приходят. Позитивные. Редко бывают конфликты. Хорошие все люди. 13 сентября юбилей отметит Тамара Каратыгина. Ветеран труда Тамара Ивановна родилась в казачьей станице Староминского района. После распределения приехала в Анапу, где и начала долгую 50-летнюю историю трудовой и активной общественной жизни. 20 лет проработала на предприятии Анапа «Водоканал» и после выхода на пенсию не перестала трудиться. Анапчане нескольких поколений знают ее активность, душевность и удивляются несекаемой энергии воли. Тамара Ивановна вырастила двух дочерей, поддерживает двух внуков и двух внучек. Напомним, 13 сентября Тамара Ивановна отметит юбилей. Выходные дни как маленький отпуск. Чем заняться и куда пойти в субботу и воскресенье, чтобы провести время максимально эффективно, интересно и познавательно. Мы сделали выборку самых ярких мероприятий. В этнокультурном комплексе «Атамань» 13-14 сентября состоится фестиваль «Казак-ФМ. Знай наших». В программе праздника запланировано выступление звезд российской эстрады и творческих коллективов Кубани, развлекательное представление и танцевальный конкурс. Гостей приглашают познакомиться с самобытными традициями казачества и провести выходные ярко. 14 сентября в селе Суко пройдут четвертые военно-исторические маневры «Черноморский рубеж» в программе «Конный переход по горам», турнир по метанию с улиц и историческое фехтование. Вольно-массовое сражение двух дружин и семинары по реконструкции. Управление по делам молодежи Анапы приглашает всех желающих принять участие. 14 сентября с 10 до 15 часов по адресу автокемпинг в селе Суко. На сегодня это вся информация. Далее прогноз погоды на выходные. Партнер выхода прогноза погоды – салон магазин изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы» и «Золотой цирк» Юрия Никулина. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Уважаемая публика, дорогие ребята, «Золотой цирк» Юрия Никулина снова в Анапе. Только выдающиеся артисты получили право выступать под сводами цирка великого клоуна. Итак, мы начинаем. Смотрите и восхищайтесь! В субботу 13 сентября в Анапе солнечно и ясно. Температура воздуха днем плюс 23-25, ночью до 20 градусов тепла. Ветер северо-восточный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 23 градуса. Воскресенье 14 сентября в Анапе будет солнечно и ясно. Температура воздуха днем плюс 24-26, в ночь на понедельник плюс 19 градусов. Ветер северо-восточный 8 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 757 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 23 градуса. Далее блок полезной информации от партнера программы «Итоги недели» производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи и приятных вам выходных. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова